Всем привет! Это программа НХЛ сегодня. Я Владимир Дегтярев. Приветствую всех любителей хоккея. Регулярный чемпионат подходит к завершению матча НХЛ. Действительно, все это сейчас интересно. И вот самое интересное наступает сейчас для тех, кто старается пролезть в плей-офф, попасть. Ну и давайте в первую очередь поговорим о том, как некоторые команды Восточной и Западной конференции пытаются решить эту проблему. Но начнем, наверное, с команды Питтсбург-Пингвинс. Проиграли вновь Пингвинс, проиграли Оттаве, проиграли 1-2. Да, пусть в овертайме вроде как и зацепили даже одно очко, но дело, наверное, в вот этом содержании игры. А у Питтсбурга оно, к сожалению, сейчас катастрофично. Бантинг, Кросби и Брайан Раст. Вот первое звено. Я бы не сказал, что какое-то там светлое пятно или какое-то. Здесь я сразу назову двух игроков, которые реально сейчас у Питтсбурга, ну, скажем так, действительно действуют очень и очень хорошо. Это Кросби и Тристан Джарри, вратарская линия. И то, опять же, давайте посмотрим. В последних четырех матчах команда Питтсбург-Пингвинс нанесла в ворот соперника 155 бросков. Сколько заброшенных шайб за эти 155 бросков за эти четыре матча? Две шайбы, да, там, с натяжкой. Ну, три шайбы теперь. Представляете, насколько ужасно и катастрофично выглядит эта ситуация именно в атаке? Ну, и спрашивается, а для чего Кайл Дубас брал Эрика Карлсона? Вроде как, с одной стороны, да, защитник, это все понятно. С другой стороны, под большинство, я не знаю, в помощь к Крису Литангу или что еще, в общем, бездействуя, по сути, на дедлайне, да, Дубас так сейчас подчеркивает, что мы, наверное, в плей-офф не пойдем. Мы и второй раз не хотим попадать в плей-офф. В общем, ситуация, как вы понимаете, не очень хорошая для команды Питтсбург-Пингвинс. Пойдет ли Питтсбург в перестройку и как он пойдет туда? Вопрос тоже очень интересный. Кайл Дубас не занимался командами, которые идут в перестройку, то есть здесь же надо будет менять практически все, поэтому очень интересно посмотреть, а что будет делать дальше Питтсбург. Ну, и, конечно, вот эта легендарная, мы все помним, центральная ось, Кросби, Малкин, она сейчас не работает, потому что, да, к Евгению тоже достаточно большое, больше много вопросов. И эти вопросы, они остаются открытыми, потому что Малкин периодически вообще выпадает из игры команды, он вообще пропадает, да, помните, старт сезона, о, Джин увернулся, начал набирать очки. Где сейчас Малкин, когда команду надо вытаскивать? Где сейчас Малкин, когда нужно набирать очки? Нет его. И это тоже достаточно серьезная проблема, но и в обороне, конечно, полный бардак у команды Питтсбург-Пингвинс. Хотя сегодня Тристан Джарри действовал, ну, просто шикарно и спасал свою команду, как мог. Тащил ее для того, чтобы она одержала победу. Увы, не получилось. Еще одна команда, Detroit Red Wings, которая, в общем-то, набрала достаточно хороший ход, а сейчас, наоборот, команда рухнула. И вот последние матчи Detroit проигрывает, пропуская огромное количество шайб. Я бы сказал, что здесь некая какая-то уже системная такая ошибка идет, потому что нельзя говорить там какой-то закономерный спад или запланированный спад. Сейчас нет этого, да. Сейчас команда Detroit, которая, в принципе, могла себя уже достаточно хорошо так обезопасить, набрать очки и спокойно чувствовать себя и уверенно в зоне плей-офф. Сейчас из этой самой зоны вылетело, Айлендерс туда зашли. И здесь сейчас, знаете, наверное, тот же Писбург, в принципе, о котором мы говорили, может попасть в плей-офф. Но тут же сейчас очень многое будет зависеть не от игры команды, а от осечек конкурентов. То есть, именно здесь надо ждать, какие из команд будут проваливаться. Но вот у Detroit это такая же ситуация. При этом там отсутствие Дилана Ларкина. Если у тебя команда вдруг вот проваливается, но это уже никуда не годится. Еще тут сейчас вот говорят, опять-таки, про Евгения Кузнецова. Вот он уже три матча сыграл, не набрал ни одного очка. Что же делать, что происходит. Да, действительно. Но с другой стороны, опять-таки, у Кузнецова, как я уже сказал, была большая пауза. Ему нужно время, чтобы освоиться в этой команде. У него сейчас вновь другие партнеры. Да, вот сейчас вернулся на площадку Джейк Генцель и теперь Кузнецов играет с Генцелем и Нечесом. То есть, все равно, каким бы ты мастером ни был, тебе все равно надо время для того, чтобы немножечко адаптироваться к игре своих партнеров. Тем более, Кузнецов центральный нападающий. Кузнецов человек, который отдает передачи своим партнерам. Поэтому здесь я бы подождал. Очень хороший матч сегодня провела Флорида Пантерс, если уж переходите к играм. Проигрывала Флорида еще в третьем периоде. Во второй половине третьего периода проигрывали 1-3. Три подряд заброшенные шайбы командой Флорида Пантерс. И за три минуты команда вообще все перевернула. Так что, действительно, матч получился хорошим. Тарасенко сегодня очков не набирал. Ну, вот, с другой стороны, Александр Барков зато вытаскивает Флориду в том числе. И Сергей Бобровский, сегодня совершивший несколько, действительно, ключевых спасений. Да, три шайбы пропустил, но у него было несколько спасений. Игорь Шестеркин второй матч подряд делает сухарь. У него в этом сезоне теперь уже три сухаря. И, кстати, если посмотреть после паузы, связанной с матчем звезд, то Игорь Шестеркин сейчас один из лучших вратарей в Национальной хоккейной лиге. И по пропущенным шайбам, и по коэффициенту отраженных бросков. И по всем разным коэффициентам там, опять-таки, Игорь Шестеркин идет сейчас в лидерах. Так что, действительно, вот, опять-таки, не знаю, что там происходило. Но вот после матча звезд, посмотрите, насколько поменялась игра Игоря Шестеркина. И, действительно, он сейчас один из лучших игроков Рейнджерс. И к плей-офф, пожалуй, у Рейнджерс с вратарской проблемой никакой головной боли нет. Есть Джонатан Куик, есть Игорь Шестеркин. Действительно, можно идти в плей-офф. А вот Вегас Голден Найтс, наоборот, команда, у которой в защите сейчас достаточно большое количество проблем. Да, они сегодня победили Сиэтл Кракен, победили в овертайме. Джек Эйкел забросил победную шайбу. Но, тем не менее, команда все-таки четыре-то пропустила. А это, наверное, все-таки многовато. В общем, проблемы есть пока что и у команды Вегас Голден Найтс. Которые, да, на бумаге сейчас состав шикарный. Но вот как этот состав сыграет в плей-офф? Вот это будет очень интересно посмотреть. Валерий Нечушкин вернулся в Колорадо. Ворвался просто он с ноги, что называется, там открыл дверь. Забрасывает шайбы, тащит команду. То есть набирает очки. Действительно, Валерий Нечушкин, в общем, как будто и не уходил. Да, и не было вот этой программы помощи хоккеистам. Валерий Нечушкин продолжает набирать очки. Продолжает забрасывать шайбы. Продолжает вести Колорадо вперед в том числе. Нейтан Маккинон отрывается от Никиты Кучерова еще на два очка. У Маккинона сегодня один плюс один в матче против команды Калгари Флеймс. Так что посмотрим, чем эта борьба закончится и кто заберет Артро Строфи. Как думаете, кто заберет Артро Строфи? Маккинон, Кучеров или Макдэвид? В общем, совсем скоро мы получим ответы на все наши вопросы. На сегодня все. Для вас работал Владимир Дегтярев. Всем пока и, как всегда, встретимся на хоккее. Пока!